Итак, друзья, небольшая пауза. Очень маленькая, крохотная пауза. Небольшой перерывчик. Малюсенький такой перерывчик. И мы вновь в эфире клоунем против волков играть вторую игру. Элитные волки только что отдали элитненько свою первую карту и, возможно, отдадут вторую, а возможно и не отдадут. Все будет видно после драфта. Ну, потому что, как бы, многое было видно и после того драфта. Вроде бы неплохие пики там были у обеих команд, но вот свою стратегию волки не реализовали, а Клаудан все реализовали. Им надо было, чтобы фармил Алхимик, который был у них в пике Игоря Коптера. И эти персонажи фармили. Они фармили и нафармили. Собственно, очень много жира было у одного и второго. И, собственно, с этим жиром ничего не смогли сделать волки. Вот как-то так. Ну вот, ей-богу, вы знаете, смотрел я в перерыве на эту заставку саммита. На вот это вот. И почему-то мне кажется, что это вот Frozen Throne, Ледяной Трон. Когда Warcraft в свое время выходил, третий дополнение, там тоже примерно так же вот этот вот трон был расположен посреди главной глыбы. И там слева-справа какие-то вот эти вот пики гор там или ледника, что-то такое. Вот мне почему-то напомнило сейчас эта заставка, тот эпизод, ну или картинку из той игры. Кстати, Activision недавно купила контору, которая делает вот эту вот крэш-кэнди-сагу или там санди-сага. Кэнди-сага, да? Ну вот эти вот три в ряд конфетки складываем, убиваем. Нам вот поговаривают, что вроде бы они будут делать новый Warcraft. Забавную шутку прочитал, значит, на этот счет. Три футмана строим в ряд, три пехотинца в ряд и получаем одного рыцаря. Ну, в общем, да, развиваются компании. Что-то приобретают, что-то делают. Купили за 6 миллиардов, кстати. Огромнейшая сумма. Интересно, за сколько бы Valve продала Dota? Сколько стоит Dota, ребят, как думаете? Это, кстати, забавный вопрос. Давайте сделаем голосование. Сколько стоит Dota? Пока там драфт развивается, я сейчас быстренько попробую его организовать. О, Inbos Spirit, я слышу, появился. Так, давайте сделаем опрос. Сколько стоит Dota? Сколько стоит Dota? Dota 2. Как бренд. Ну, давайте уточним, да, как бренд. Как бренд. Ну, потому что там скажут, что она фри-то-плей там. Ну, мы в вариантах ответа это, конечно, добавим. Так, значит, 1 миллиард. 1 миллиард. 10 миллиардов. 10 секунд remaining. 5 секунд remaining. Так, давайте. Radiant Team Band. Меньше. Меньше миллиарда. Еще надо добавить вариант. Меньше миллиарда. Ну, какие-нибудь забавные варианты ответа. Dota стоит... Дота стоит 1 гейбана. 5 секунд remaining. Ну, достаточно, я думаю, нам вариантов. Ваш вариант в комментариях. Вот, ваш вариант в комментариях. Отправить. Я вам дам сейчас ссылку. Так, 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 так. 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 Сделали. Копировать адрес и вот, готово. Ну, пошли там уже free-to-play, 3.2.2, может быть, добавить вариант ответа 3.2.2. 3.2.2 добавим, 3.2.2. Есть, все. Потом мы вернемся к этому голосованию, когда вы там наголосуете, что-то выскажите свое мнение. По драфту у нас, смотрите, получается аппарат Spirit и Слардар для волков и таск с Виверной для Клаудайна. Где-то я видел таска уже. Он был у волков на первой карте. Ну, а Виверну оставили. ВР-ку берут. Окей. Берут ВР-ку. Подврыв Слардара нужен кто-то. Кто-то нужен подврыв Слардара. Волкам, потому что, ну, почему появляется так часто Слардар? Потому что сейчас очень много возможностей наносить много физурона. И есть, ну, то есть есть специальные артефакты для этого, есть скиллы, есть герои, которые этот физурон могут носить. Ну, например, ВР-ка, да? Или там, Темпларка. Вот. А Слардар имеет очень маленький кулдаун на стан. 8 секунд всего лишь. Плюс у него баши есть. Вот. Плюс он довольно мобильный за счет спринта, ну, и блинка, который он выносит. Плюс, опять же, физурон добавляет за счет ультимейта. И вот, пожалуйста, Темпларка пыляется. Поэтому Слардара выгодно брать. Выгодно брать на оффлейн, либо просто в качестве саппорта. То, что он врывается, у него еще брони там не так уж и мало. Вот, он врывается, дает стан, и по ходу файта он может дать стан 3-4 раза дать стан. Может даже 5 раз иногда. Ну, 5 раз, я помню, максимально дал Слардар стан. Причем эти станы были там не по одному какому-то, да, персонажу, а по двоим, по троим и так далее. Вот. Поэтому, да. В отличие, например, от Шейкера, который там, да, может ворваться за этих Аслэм и Фиссуры, и все. Больше он как бы... Ну, нет, но Фиссуру еще максимум один может дать. Но Фиссура, правда, тоже не очень большой кулдаун. Ну, Фиссура, тут с ней сложно, она не таргетовая, да. То есть стан у Слардара тоже не таргетовый, но, во всяком случае, он вокруг него работает. Поэтому там, где Слардар, там и стан. То есть это, в принципе, вполне логично и понятно. Но по Слардару обязательно надо каких-то персонажей брать, которые могут под его стан ворваться тоже и внести дэмэдж. Спирит не тот персонаж, который может по Слардару что-то сделать. Потому что Спирит, Спирит как воюет? То есть он может, типа, дать реминантов, связать и потом разрез делать. Но с руки он крайне слабо бьет и крайне мало бьет. Ну, потому что скорость таки у него маленькая. То есть Спирит в основном воюет с киллами, и ему очень важно вот прокаст дать, да. Прокаст он может и без Слардара дать. То есть если залетел, грубо говоря, разрезал там всех и связал, да, вот тебе и прокаст. А вот Тэмпларка очень даже неплохая под Слардара. Потому что под ультимейт Слардара, если Тэмпларка прыгает от мэлт, она убивает отдельно взятого героя мгновенно. То есть минус 15 армора с дозолем будет у Тэмпларки. Ну, она будет снимать героя плюс у Слардара, тоже там считайте минус 15 на втором левеле ультимейта. Минус 30 армора. 30 армора, ну, это прям как бы... Практически дабл дэмэдж будет носить Тэмпларка. Она может нести физ урона, ну, в районе, там, 250. Где-то, ну, неплохая Тэмпларка с дозолем, да, который там еще 50 урона добавляет, и с рефракшн. Ну, 250 на 2 умножать, получаем, ну, где-то 500 урона. Вот, а если помножить это еще и на крит какой-нибудь, да, то 1000 дэмэджа. Ну, фактически чистый урон носит Тэмпларка, вот, с ультимейтом Слардара, с своим рефракшн, дозолем. В общем, бойна еще добирают, чтобы кого-то держать. Ну, в общем, окей. Пик неплох у волков. У клаудов есть стяжка под ультимейт Виверны. Отлично, стенка туда же идет. Верка с руки расстреливает Таск, там, как бы, сноуболит и выйдет, помогает сейвить. Ну, тут два под сейвера, на таких есть еще и Дарксир, которые ускоряют. В принципе, у клаудов довольно мобильная команда. Получается, потому что Виверна-то может летать, перелетать к лифу, да, с лоу-граунда на хай-граунд. Таск может снова уболиться, кого-то закрывать шардами. Верка очень быстрая. Ну, виндран у нее есть, и не попадешь по ней, да, физуроном. Плюс Дарксир с ускорением. То есть мобильности хватает. Клаудамы не очень просто будет волком как-то с ними совладать. Поэтому блинки нужны обязательно. Сардару, Темпларке, вот, в первую очередь. Ну, а спирит там уже как-то будет монсить за счет реминантов и, ну, и прочих своих скиллов. И прочих своих скиллов. Так, 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 так. Еще раз напомню, друзья, что у нас идет голосование. Проходит опрос общественного мнения о том, сколько же, по вашему мнению, стоит Дота. Так, что-то я немножко завтыкал. Ну, я немножко свернулся и хотел посмотреть, что вы там наголосовали. Ну, в общем, потом, потом. Загрузимся ему на карту. Сларка забирает Клауда себе ласт пиком. Ну, как вариант. Ничего не могу сказать насчет того, насколько будет Сларк полезен здесь. В принципе, есть кого убивать Сларком. Бейн и Аппарэйшн — это корм для Сларка. Но в то же время и сам Сларк — корм для Слардара, и Темпларки, и Спирита. И если они его цепляют. Если он уходит в ультимейт, то как бы сложно. Ну, то есть Слардар еще может там отстанется, Спирит может что-то там повязать, погореть. Но в целом сложно. Будет плюс еще Дарксир с щеточкой может на Сларка там это все навешивать. Ну, посмотрим, чья же горелка будет лучше. Дарксировая или Спирит. Ну, хотя у Дарксира не горит. Он там колет, горит Спирит. Быстренько, быстренько летим, быстренько летим. ТП делаем. Ну, пока вот это как раз пауза. Давайте тогда и обсудим сейчас, что у нас получается по нашему голосованию. Итак, получается, что наибольшее число пока что набирает вариант ответа, что Дота стоит одного Гейбана. Ну, то есть не было бы Гейбан Юйла, не было бы Дота и вот это его детище. По цифрам именно по миллионам, то есть меньше одного миллиарда считает где-то 18% и около 10 миллиардов это 21% из проголосовавших считает. Ну, то есть все-таки Дота не дешевая. Ну, и, конечно же, такие варианты как 3.2.2 и Дота это free-to-play набирают 13-6,5% соответственно. Вот самый первый комментарий, который я прочел. Не знаю, сколько стоит Дота, но знаю, сколько стоит твоя мамка. Ох, да, чувство юмора нам, друзья, не занимать. Я очень рад, что вы, точнее, даже в такое время сохраняете бодрость духа и чувство юмора и делитесь этим вашим позитивным настроением с окружающими вас людьми. Окей, ну что ж, от голосования к… Зато, слушайте, у нас теперь есть голосование. Если вам будет нудно во время игры, если там пойдет какой-то тягомотный фарм, то вы сразу же можете опять подрубить себе эту голосовалку и начинать там в комментариях соревноваться, кто же более остроумен и кто же более эрудирован. Ну что, просто не смотри, как команды 15, 20, 30 минут избегают сражений и пытаются нафармить лишнюю монетку. Ну, на первой минуте, конечно, этого нельзя сделать и сказать, потому что никто здесь не избегает сражения. Все хотят руну забрать. Ну, алхимика сейчас уже, конечно, нет, чтобы руну, собственно, забирать. Но есть и другие персонажи, которым руна не помешает. Так, Смэш полетел. О, какие-то интересные шарды. Иглу. Я запомнил, как называется это строение эскимосов. Иглу. Дом из льда. Так, ну а здесь вот два морских жителя сражаются друг с другом. Ну, дело в том, что этот морской житель руну-то забрал, а тот просто от безысходности бежал за ним и бил его по спине. Говорил, развернись, дерись как мужчина. Но он же не мужчина, он же лягушонок. Ему вообще драться не надо пока. Потом он будет драться. Так, Виверна залетает. Окей, плюется. Один разочек, второй разочек, третий, четвертый. Кстати, плохо, уже у Сардара нет. Пятый. Окей, там есть тан. Но у Виверна еще довольно много хп. Виверна не хочет подставляться под бешеного Сардара, но оно и понятно. Так, у нас трипла, получается, Смэш, Гот и Масоку внизу. И против них играет капитан Клаудов-14-37 вместе с МСС, вместе с Дарксиром. Ну, тут щитки, щитки, щитки. Конечно же, Смэшу будет весьма некомфортно здесь фармить. Тем более, Таск может там какие-то шарды вот сейчас бросает, например, закрывает Бэйна. Ну, очень Бэйну повезло, что там сагрились крипы не на него. Хотя, по-прежнему, смотрите, сколько дэмэджа, Смэш, получает. Ох, получает. А, крипа не добивает. А, этого получится добить, да. Кстати, по крипам, что у нас? Слушайте, так он еще и нормально так добивает. Семь крипов, самый топовый. Крипсат пока что на карте. В центре Ванен стоит, естественно, против Бракса. И у того 5 на 2, а у Бракса 6 на 5. Ну, неплохо, неплохо, весьма. Так, здесь опять война саппортов. Ну, саппорта и оффлейнера, так скажем. Побежал, побежал, побежал. 14-37. Но его может заслипать, но как бы, а дальше-то что? Отгоняют от руны. Руна невидимости. Не знает, не знает команда Клаудайна, что там за руна появилась. Но в скором времени... Они узнают, и причем узнают именно на этой линии, потому что, блин, направляется сюда. Хотя-то невозможно... Да нет, скорее всего, не будет никого убивать, просто спокойненько год займет свою позицию там под тавером. Надо бы отводы делать, но, к сожалению, не получается делать отводы, когда споты забанены. Хотя бы этот, когда забанен. Тут уже очень сложно что-то сделать. Так-так-так-так-так-так-так. Слардар, что там у него? Шесть крипов. В принципе, левел какой-то свой получает. Очень даже неплохо. Так, тут надо отбиваться, потому что напали. Ага, заслипали. Ну, там будут, если что, шарды сноубол. Так, окей, окей. Ферст-блат случился, Слардара убили. Ну, а здесь тоже происходит сражение. Вдвы их вкатывается. Есть шарды. Закрывает. Ну, погибает Дарксир. И дальше погоня. Дальше просто избивает. Он успел повесить на 436. Сейчас он замерз. Он замерз. Он замерз и погиб. Очень мало хп. 17 осталось у Спирита. И у Бэна тоже немного. Два в два. А Парэйшн погиб. Крипами. Да, его убило. Ну, у нас одновременно там в нескольких местах карты происходили сражения. И в итоге... Так, так как сейчас еще павершот-то будет? Сейчас будет павершот. Сейчас будет павершот. А, не будет павершот. Будет рефракшн. Ясно. Вернуться уже на линию МСС. И возвращается на линию Парэйшн. Два в два. Два в два и подрались. Хорошо. Можно продолжить давление, щемление, драки. Но Слардар, да, тут уже на спринте гоняет Виверну. Но это просто потому, что пока Сларк не сражается. Сларку пока, видимо, не очень выгодно Слардара напрягать. Ему выгоднее просто пофармиться. Слардар дэмэджа немало. Вносит по одной броне Витровиверны. Так, так, ванэн. Из маны. И прилетел Курьер Дум за пустым ботлом. Иллюзии это очень хорошо для Виверны, потому что они тоже рейнджевые. Можно какие-то отводики быстренько иллюзиями сделать. Либо вот понапрягать этого самого Слардара, которого третий левел с половиной. Так, стан сбрасывает с себя стан. И цепляет. И цепляет Маргулис. А там еще Виверна подходит, на спринте уходит. Ну куда ж ты уйдешь или уйдешь? И тычка одна, стан дает Виверна за ним. Виверна, Виверна, Виверна. Не хватает буквально. Ну там чуть-чуть рейнджи не хватило, чтобы добить. Но Слардар вынужден будет бежать на фонтан. Это даже опаснее. Так, 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 переагрил. Таск, ну потому что может засноуболиться. Сноубол, хороший сноубол. Погоду, есть шарды. Сам Таск погибает. Дарксир хочет заколоть. Очень хочет Смеша заколоть. Дарксир, надо ускориться, надо ускориться. Ускоряется он. Смеш, смеш, смеш. Погибает. Самое главное, что погиб Кэрри. А теперь еще МСС попробует уйти. Попробует уйти. Отпивается. Да, ему сбили Фласку, но он же выжил. Выжил, выжил. Кларити сбили. Имеется в виду не Фласку. Кларити сбили, но он выжил. 3-3. Неплохо. Вот сейчас хорошо. Разменивать Таска на Кэрри, это нормально. Слардар бежит в другое место. Вы видите, очень много времени он теряет за счет того, что его отправили на фонтан пешком. То есть, когда вы погибаете на таком левеле, на четвертом, вы быстро воскресаете. Поэтому это быстро. То есть, примерно бежать где-то 30 секунд или даже 40 от башни до фонтана, а возрождаетесь вы там примерно за 15. Сейчас кто-то из героев умрет, но если не забудем, посмотрим. Так, заслипали Таска. Нападают на него со всех сторон. Стан, есть, башни прошли. Ох. Вот 15 секунд у Таска, 4-й левел, да? Так, 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 Верка пришла. Ну, опасности. Бэйн, 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 Бэйн. Что, его не видно или почему он не трогает? Так, Слордард задействовал руну богатства и побежал. Ну, а тут Виверна вместе с Маргулисом пользуются. Маргулис. Это же, ух ты, Брэйн Сап. Маргулис. Один из участников группы Машина Времени. Если я ничего не путаю. Я пью до дна за тех, кто в доте. Кстати, эту песню можно по доту переделать. Там слова, в принципе, там за тех, кого греет волна, а тут за тех, кого греет. Ну, или что тут такое там, кого греет что-то. Надо придумать просто рифму. За тех, кому повезет, это можно оставить. Так, седьмая минута, да, уже у нас. Пять на три. Волки, опять же, как и на прошлой карте, немножко-немножко доминируют на стадии лайнинга. Ну, не доминируют, немножко ведут. Нельзя назвать это доминацией вообще. Наверное, нельзя немножко доминировать. Можно или доминировать, или не доминировать. Так, ВР-ка. Красивый псионик ловушки у Ванена. Но 0-0-0 пока он на табло, на счету. У Виндрэнджер подоторжен 0-0-0, но она там активные действия какие-то совершала. Она же пока просто фармит и, наверное, отводы делает. Нет, он отводы не делает, он просто фармит. А здесь, здесь тоже никого нет. Но, может быть, вот она сейчас направляется туда, чтобы сделать отводик. Но, по-моему, он чуть-чуть опоздал. На 54-й он подбежал, но, может быть, там ему засчитается, да, засчиталось. Считалось. Так, кэрри, слардарчик. Точнее, кэрри сларка, а слардарчик еще не кэрри, слардарчик просто бегает. Слардарчик 0-1-1. Ждет момента для какого-то, не знаю, действия. Но, вообще, он линию уже оставил, не показывается на ней, там, может быть, боится, что, может быть, они считают, что кто-то будет нападать на Ванена, и тут нужен слардар, чтобы станы давать. Бен, 4-й левел, что вообще по левелам там у нас? 3-4-х, 5-й, 6-й. Ну, много уже 6-х, 7-х, там 8-х. То есть, ультимейты есть у парней. У саппортов, да, конечно, ультимейтов нет. Но, как правило, у ультимейты саппортов весьма важная часть игры в доту. И ультимейты у них очень полезны. Ну, у того же Бена, да, или Упиверны. Operation. Утаска, может быть, не так. Заслипали Верку, надо ее спасать. Так, 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 ультимейт, а теперь стан. Окей. Есть там 3 реминанта, просто Верку спасли, снова болом, окей. Ванен, есть Ванен, Ванен дерется, Ванен дерется, бьет Бракса, Бракса бежит назад, Бракса, очень мало хипа у Бракса, но он выживает, есть стан, минус 2. И теперь минус 3, потому что куда-то тоже зацепили. Погоня, за кем? За Верку, очень смеш, хочется ее забрать. Через 10 секунд будет у него что-то. Через 8 уже будет разрез, но, скорее всего, не получится. Верка на Вендране уходит. Смеш один. Верка думает, может быть, что-то с ним придумать. Может быть, придумать. Смеш не знает, что делать. Бежит, мансит в лесах. Ну-ка, пауэршот завязал Верку. Завязал она, остановилась. Зря ты это сделала, девочка. Но все-таки Смеш погиб. Киллинг спри у Сларка. Совершил он серию убийств. В 3.00 у него через Медас пошел. Окей. Верка пауэршот. Я думал, она шекл будет давать, а не пауэр. Вот там много деревьев было, надо было просто шекл дать. Мне кажется, в любом бы случае связал. Ну, нет так нет. 7.7 в итоге. 7.7. 10 минут прошло. Пойдет в пользу. Клауд Найн. И вот как раз лайнинг заканчивается, да, и уже начинается. Причем, заметьте, в прошлый раз все было хорошо у Волков до того момента, пока Геррокоптер не сделал ультра-кил. Сейчас была практически та же самая ситуация, но только не был не ультра-кил, а был трипл-кил. И не Геррокоптер, а Сларк. Но, по сути, Сларк это тоже серьезно так бустануло. Тем более у него Медас, который как бы в принципе бустит, да. И после Медаса у него тут вот Аквила уже, ПТ-ха. Ну, параллельно с Медасом, в общем, как-то так. Не стоит забывать, что Сларк весьма-весьма мобильный персонаж за счет своего ультимета. Смотрите, 461 Моус Пит у него и перемещается. Куда ты переместился? А, это... А кто это переместился? Дарксир переместился. Вот. Вот кто перемещался. Выбирает линию, на которую стоит отправиться. Дарксир. Ну, надо ускорять себя элит. Или там заслипают. Нет, там просто спасут. Ну, у Смешла есть реминанты, есть всякие разрезы. Но он не качал на Флэйм Гвард. Сноу Вол вкатывается. А он просто улетает на этого самого реминанта. Окей. Ну, там под реминантом ждала Верка, я его так подозреваю, но не успела схватить, связать. Проел манго. Барабан не выкладывал. Ну, и ладно. Ну, и ладно. По унетворцу. Посмотрите, у Сларка огромное количество. Так, ультимейт залетел. От нам был Смоук. Виверна готовится. Готовится напасть. Втроем они уже здесь. Окей. Связали Виверну. Виверна плюнула в Смеша. А тут, а тут, а тут разваливается. Operation взлетела высоко. Погиб. Погоня. Переморозила. 14-37. Просто его сейчас убьют. Да. Еще один удар. Дабаш прошел. Он погиб. Виверна типа аут. Хорош. Как она туда запряталась? А, она взлетает. Она залетела там-то. Она кричит Бэйн. Да. А, ну тут можно и зайти. Но, скорее всего, она улетела. В общем, размена один в один. Таска на аппарата. Пока Сларк еще не выходил на Темпларку. Но, мне кажется, он может попробовать ее завалить. А, они решили просто пропушить Тавр. Сейчас Сларк выводит крипов. Верка с дабл дэмэджем. По сути, да. Можно тут очень быстро забрать. Тавр. Можно даже попробовать размять Ванена. Верка прям кусочечки такие. Тюк-тюк-тюк-тюк. Как тяпкой, знаете. Окучивают огурцы там или, не знаю что, окучивают помидоры. Картошку. Она окучивает Тавр. Так, Бласт. Бласт неприятно. Очень неприятно. На Верку напали. Связали. Где Мэлт? Где Мэлт? Ультимейт хороший по Смэшу. И Ванена разваливает Смэшу. Смэшу больно больше. У него 200 хп остается. Смэшу риминат прыгает Маргулис. Не прыгает. Бежит, бежит, бежит. Почему не прыгал? Почему ты не прыгнул? Скорейте его. Ускорьте его. Как-то что-то делай. Беги. Щиток. Есть. Ну, странно. Там же можно было... А, маны что ли? Не, ну, был манга. Могли вообще очень круто подраться сейчас с клаудом. Чего-то не подрались. Странно, странно, странно. Очень странно. Ну, что ж, Бэйн в роли кэри сейчас на этой линии себя чувствует. Добивает каждого крипочка. И прячется. Потому что понял уже. Они идут. Они идут. Или за мной, или за Тавером. Повершот Бэйна не раскрыл. Ну, сейчас, конечно, прыгнет. Там какой-то Сларк. Шарды полетят. Но нет, 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 нет. Никого здесь не увидят. Ой-ой-ой. А тут как-то Дарксир решил... Помочь противнику. Но опять же, график в пользу клаудов. И по XP, и по голде. И они еще один Т1 забирают. Сейчас причем заберет, скорее всего, Сларк. Да, Сларк забрал. И Шэдоу Блейд приобретает. Почти что. Здесь напали на Т1. Но тут Т1 весьма... Серьезный сопас хп имеет. Не получилось, если можно сказать, смеш пошел. Так, где Сноубол какой-то. Но очень хотят Тавер забрать. Очень хотят забрать. Смотрите, 300 хп. Слардар дает стан. Поздно. Таска разрезала. Таска убили. Есть ультимейт по ВРке. ВРка. ВРка повернулась. И поэтому она не попала или попала. Попала 2 ТП. Все-таки Тавер сейчас погибнет. Или нет? Еще один удар. Еще один удар. Не хватает одного удара. ВРка напали тем временем на Бэйна. Бэйна стянули. Бэйна убили. Убили. Просто-напросто. Не оставив им никаких шансов на выживание. Но, как вы знаете, Эншенты, Дайер и Радиан даруют бессмертие. И после того, как вы проведете какое-то время, обдумав свою ошибку, вы можете воскреснуть и попробовать сражаться. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох! Не успел даже стан дать лу хп-шный. И вот таким должен был быть Клинкс в прошлой игре. На прошлой карте, но он не был таким. Приходите с подтишка просто забирать героев, в которых там 300 хп и 0 маны. Но 10-10. В общем, 10-10. Ворды весьма агрессивные у Клаудов. Видите, смотрите, как они стоят. Они явно не намерены играть третью карту, а волки явно намерены. Ну, у них сложности все-таки будут, потому что 1000 хп у спирита, даже того нет. Так-так-так-так-так, темп ларка, рефракшн, а, решил пофармить. Ну, это тоже хорошо, как бы, экономику подорвать противника. Причем как-то кусочничает он. Че кусочничает-то? Че не забрать все? Ну, в принципе, надо знать меру, чтобы не убили тебя, да? То есть, ты прогнал герой, там зафармил несколько крепочков, и то хорошо. Так, нашли вард, срубили. Срубили же? Да, топориком срубили. Ну, Ванен вздохнулся влегчением. Крепы там все-таки остались. Жирненькие. Интересный вард, который практически ничего не показывает. Ну, он как бы показывает область вот здесь вот, да, и область вот эту. И плюс его сложно найти. Угадать, что вот здесь. Если бы срубить вот это вот дерево, которое закрывает весьма много, может быть... Так, давайте вернемся к Call Vision. Почти к Call Vision. Здесь смог... А, может быть, специально. Видите, оставили, чтобы прийти там, потом убить. Ну, почти сработало это, но надо было чуть-чуть раньше идти. В итоге... В итоге можно теперь напасть на противника, который вот здесь вот байтит на смэше. Откровенно байтит, но если зайдут сразу и убьют Бэйна, то байт не получится. Так, летит там бласт у этого самого аппарата и должны понимать, что видимо аппарат там находится, но в общем, никто никого не убил. Ну что ж, давайте тогда Рошана, наверное, попробуем напрячь, размять, размять. Рошанечка разомнем. Есть иллюзии, можно потанковать иллюзиями. Так, ну вот Сларк, точнее, вынужден через ультимейт выходить. Чуть не напали на него. Ага, так, рисует Слардар. Что мы будем сейчас делать или что будут они делать? О, Кванен. Каблинка у него нет, но Дезоль появился, да? Ну там как бы не то чтобы появился, но уже, в принципе, есть какое-то время. Так, это Виверна, это Виверна, это Стан, это это выгнас в одно касание. А я убью Виверну за одно касание, говорит Ванен и делает это. А вы? Я убью этого героя с трех касаний, а я с двух. А я с одного. Ну и улетает Смэш. Улетает. Пока ганки команд особо, ну, не удаются ни одной, ни у второй в плане того, чтобы найти прямо целую команду противников, целую группу противника. По одному, да, там. То одного, то второго, кого-то находят, убивают. А вот так, чтобы там зайти на троих, на четверых, там прям как-то их порвать. Такого не получается. Но, может быть, он и к лучшему, во всяком случае, для Волков, потому что у них все-таки есть возможность как-то подраться неплохо за счет этих вот мгновенных физических оплеух, которые отпускает Ванен. Сколько у него уже урона? 236, да? Ну и брони. Как бы уже снимает он как раз вот 30. Так-так-так-так-так-так-так-так-так. Стреляем, улетаем. Стреляем, улетаем. Ну, тут, да, тут без Аршида сложно как-то что-то предъявить Спириту, просто потому что он слишком мобильный. Дарксир, окей, связали Дарксира. Дарксир теперь и знает, что там где-то смеш. Но если у того нет реминантов, то можно попробовать его и забрать. Опять же, если нет, ага, можно привязать его вот так. Связочка была. Теперь надо цеплять. Почему не цепляет? Странно. Тычку дау. Ну, в итоге, пока все это происходило, быстренько забрали Рашана. Ну, оно и неудивительно. Физ урона хватает. Физ урона очень много. Вот Эмпларки и Аегис. И Клауда будут сейчас фармить 5 минут. То же самое будут делать и Волки. Ну, как раз самое время заняться просмотром. Оценка и стоимость Доты. А ну-ка, посмотрим, как изменилось. Ну, на самом деле цифры не изменились. По-прежнему считают, что Дота стоит одного Гейбана. И много людей считают, что больше 10 миллиардов. Два самых популярных варианта. Дабл дамаг, Блинг, Дезоль, Аегис. Все, что надо для счастья Владену, практически у него есть. Практически, потому что нет БКБ. Так. Ну, а БКБ у Сларка, наверное, не появится в ближайшем будущем, потому что у него появилась Яша. Видимо, он намерен приобрести Сэнш. Тут опять пошел зачем-то Таск донять этот Тавр. В итоге сейчас он может погибнуть, если на него просто запрыгнет кто-то. А, нет. Там еще прилетела Виверна. Но Виверна... Если утонуть Смэша, то Ванен его просто развалится. Ну, вот он сейчас прыгает. Есть Мелт, есть Сноубол. Засейвил себя Сноуболом хорошо. Надо помогать. Бласт влетает мимо. По двоим Сноубол. Окей, сразу же. А вот он ультимейт по Ванену. Но не по Ванену надо давать ультимейт. Не по Ванену. Надо, чтобы Ванен бил. В итоге два саппорта. Тут что-то сейвили, сейвили. Да не засейвили. Здесь же Тавр практически убили, но не убили. Или убили. Да, Верка добивает. Но тут-то размен два Тавра, два саппорта на один Тавр. И ноль саппортов. Так что я бы сказал, что размен очень даже неплохой. В Инвизе. Маргулис. Или Маргулис это в ДДТ. Слушайте, я вот что-то сейчас задумался. Давайте проверим. Так, ну я, честно говоря, из ДДТ только Шевчука знаю. Да, потому что не очень их творчеством интересовался. Так, так, так. Ой-ой-ой, хорошо. Ой, прям вообще великолепно. Очень все быстро произошло. Спирита убили. И-и-и-и-и-и-и-и. Да, все, я правильно сказал. Машина времени. Ну, фух, фух. Пронесло, пронесло. Так, ну что, будем драться. Будем драться. Но нужна помощь. Но нужна помощь, потому что Слардара одного через ультимейт не убить. Но где же ты, Сларк? Где же ты, Сларк? Где же ты, милый? Давай, милый, дорогой. Ну, вот теперь-то полный набор. Будуара у Темплар Ассасин имеется. Вот так вот. Кто же рискнет сюда подойти? Кстати, та самая Темплар Ассасин. Ну, можно выбить Аегис. Очень быстро можно это сделать. Очень быстро. Слардара нет. Ну, будет нападать или нет? Ну, щиточек. Давай, щиточек. О, это Апарэйшн, 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 Апарэйшн. Нацепляет. Зацепили его. Связали. С Беном. Связали. Гем выбили. Твичер. Бена снова вкатывается. Бен. Панч на орбиту. Погибает. Есть. Темпларка бежит. Драться не будет. Аегис отдавать не хочется. Но Гем-то уже отдали. Отдали. Неплохо все произошло. Очень быстро. Очень молниеносно. Немножко с Ларк там не разобрался. Но в итоге все сложилось хорошо. Отлично. Теперь можно тавер напрячь. Фортификации, благо, нет у противника. Еще 13-13. Там шарды. Чтоб всех там с лордар мог бы ворваться. Так вот сейчас надо ворваться. Ай-ай, по троим. По троим. Нет, по двоим. Хорошо. Нет, сноубол был. Сноубол был. Был и панч. Был. Ванен расстреливает. Ванен. Ультимейт. Вверх на него дает. Субэш подходит. Биз. Что ж ты делаешь? Субэш подошел. А здесь Верка погибает. Ответ связала она здесь, связала, но ее тоже свяжет. Смэш вяжет. Ее Верка погибает. Там какие-то блинки, там какие-то погони. Погони за таском. Хох ты, дэмэджа там много вносишь ванен. На троих просто. Ай-яй-яй. Не успел. Но был форстаф. Современные снабдары очень мобильные персонажи, потому что всегда собирают и блинки, и форстаф. И за счет спринта, ну, в общем, прям могут преодолевать расстояние какая-нибудь ездовая лошадь за сутки. Очень быстрый. Очень быстрый, очень мобильный. Не, ну, это вот подруга, которая вносит там столько урона, что убивает просто с одного удара любого. Так-так-так-так-так-так. Виверна. Плюется. Окей. Больно. Сларк подходит. Сларк подходит. Сларк рядом. Сларк рядом. Сценули. Сценули. Хорошо. А теперь, битя, теперь привезут. Теперь фракшн. Теперь стенка. Ушла. Не виделась. Не помогло. А где? А Егис пропал! Пропал А Егис! Вот это да! Вот это поворот! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! А Егис пропал! Куда ж ты пропал-то, дорогой? Так, смэш. Ну, уходи, уходи. Нет реминантов. Как так? Нет реминантов? Нет реминантов! Есть разрез! Нет, все-таки есть реминант. Фух. Но он там прям испытывал мои нервы до последнего. Смэш. Алло! Только что отдали темпларку с Аегисом. Ну, как бы, почти с Аегисом. Ну, такой провал! Такой просто... Ну, я не знаю. После таких моментов прям... Я вот почему в доту не играю? Какое-то уже время предпочитаю в кастомки играть, потому что вот после таких моментов мне хочется плакать. Реально. Я как-то очень лично это все воспринимаю. А этого делать нельзя, если вы хотите играть на высоком уровне, на профессиональном, да? То есть спортом или как-то вот. Короче, нельзя. Ну, хотя, как бы, в любительской, да, доте это тоже особо не помогает. Ну, с друзьями там можно поиграть. Ну, с друзьями веселее поиграть в какую-нибудь там кастомку а-ля Дота Ран, там, или какой-нибудь там Дота Страйкерс, или там вот эта вот новая, которая от Valve заехала. Тоже неплохая разочек сыграл. Слушайте, ну это по-прежнему фармит много. Смотрите, тут, тут, тут линка, тут линка. А зачем тебе линка? Чтобы Бэйн? Ну, в принципе, да, Бэйн, ультимейт Слардара, это все неприятные такие новости. Слардарчик БКБ, аха. Ну, у Сларка, понимаете, какая штука. У него же сильный диспейл, он сбрасывает в себя всякие станы, то есть с линкой его вообще сложно будет цеплять. То есть линка сработала, тут же прожимается дарпакт, и еще что-то там он сейчас сможет сбросить, вот, если на него повесить всяческие какие-то дизейбу там. Тут же там Фибл или что-то другое, более страшное. Смоук, хорошо, а здесь тоже Смоук, но они параллельными курсами идут, хотя в конце, в конце был Ванен, взлетает Виверна. Окей, видно, Слардар в двоих ворвался, окей, связали двоих, держат, держат, Дарксира держат, хорошо, на Сноубол, Дарксира спасает, есть панч. Шарды тоже закрывает, Верка там расстреливает, Масоку очень много демэджа вносит, Валар Маргулис, окей, там Ванен, Ванен бьет, Ванен, но Виверна себя спасает, БКМ сейчас у Ванена закончится, закончится, его претендуют, Ванен, Шарды закрывает, ему путь не может он уйти, блин, подкат, и ультимет заходит, Валар Маргулис просто бьет с руки, Ванена бьет, Ванена разваливает, Ванена убивают. Можно еще претендовать дальше, связывает Верка на секундочку, Форстаффит себя, Слардар в другую сторону повернулся, зачем туда повернулся, Валар Маргулис идет, но не убивает его, ну, 2 в 3 был размен, и весьма показательный сейчас был файт, Клауда сделали все правильно, они забрали, ну, на одного персонажа важного, больше, ну, как бы, считаем, 2 саппорта на 2 саппорта, да, и здесь, ладно, потом, 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 ой-ой-ой, панч, срезали Слардара, Смэш остается, уходит на ультимейт. На ультимейт Сларк попадается, ок, 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 Вард поставили, но Верка на Вендране там уже разбежалась, ну, в итоге 3, 4, потому что там погиб Таск, там погиб Слардар, но все равно, ну, давайте посмотрим итог боя, и тут тоже умудрились больше заработать, Аппарат заработал там какие-то монеты, но Слардар потерял практически полтысячи, Аппарат и 400 монет, вот они никак. А здесь эти 400 монет как раз почти что БКБ, но тут уже должна быть линка, да, уже есть линка, много шаров, Много шаров, много шаров, Золотая рука, так, ну, Масоку там что-то мнется, трется, так, трапа до сих пор здесь стоит, здесь, так, ага, но четко там по таймингу проверил брак с Рошаном, И сам тоже выходит в БКБ-ху, так, здесь есть как бы все, что надо, Ну, а спирит, наверное, с Хадди будет собирать или что, линку, ну, можно линку, да, в принципе, попробовать, от Виверны там, как бы, ультимейт, но Виверни тоже есть, чем линку сбить. Так, там же гем выбили из противника, соответственно, ой-ой-ой, ой, больно сейчас будет. Ну, и подходит, связывает, хорошо, вяжет, больно, тут связка в ответ, не получилось, Сноубол залетел, все бегают в разные стороны, хорошо. Драться не будут, я так понимаю, команды, хотят уйти, занял позицию Слордар, ага, в леса себя за Форсафил, а смотри, как грамотный Клауд-Найн действует, они заходят на вражеский хайграунд, Они не хотят внизу драться, не хотят, чтобы у них было преимущество, байтят на иллюзию, иллюзия имеет возможность убить Варк, потому что гем у Сларка, и, соответственно, иллюзия тоже имеет, вот, трусает. Ну, второй заход, так-так-так-так-так-так, хорошие шарды, так, оперейшн бросается ультимейтом, ну, надо выходить, да, успели уйти. Ну, и с третьего захода Рошана убьют, так, полетел реминантик, так, Сноубол вкатывается, смеша ходит на этого самого реминанта, но тут же, тут же, тут же его находят. Ой-ой-ой, как же он мансит, там ультимейт. Слардары отрезались, тянули, хорошо, на стенку, и сражаются. Виверна пока не погибла, панч по Темпларке, и, ага, Темпларка бежит, а вот ее в спину теперь бьет Валар, Валар, Валар прыгает, цепляет Темпларка, ничего не может делать, она просто погибает дальше, тут шарды закрывают, смеша, смеш. Реминанта убегает, уходит отсюда, два в один, два в один, опять же, Темпларка постоянно погибает, БКБ ее не спасает. Ну, может быть, Слардар сейчас вороется, может быть, да, прыжок, стан по троим, хорошо, есть его иллюзия, БЛАЗ залетает от АПРШ, но за ним Сноубол уже вкатился, это Сноубол, ЗЗ, панч наверх, туда, шарды, минус три. Не получается у Волков что-то противопоставить мощи команды Клауд Найн, не получается. Темпларка не убивает, Слардар не врывается, почему-то вот она подставляется, ее там как-то убивает, ну, хотя Слардар вроде залетел, или там как-то Спирит, что-то мансил, ну, в итоге, а, он тоже линку собрал, ну да, тоже линку, тоже линку, ну, Виверна тут персонаж, которого надо убивать, да, она погибает, но в обмен на двоих, троих. Просто чем дальше в лес, чем дальше в лейт, тем менее эффективна темпларка, то есть рефракшн ей есть чем сжечь, да, есть вот Айншелл, и Айншелл бросается на Сларка, который просто под своим ультимейтом ничего не оставляет темпларке. Он там еще с Кадиси соберется, смотрите, у него 4-400, она вообще будет стоять на месте? Вот бежит Смэш за Сларком, я не понимаю, зачем, сейчас тут его и убьют, смотрите, 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 вот. Ну, реминант, возможно, у него есть, так, прыгает, вяжет, вяжет, линка срабатывает, но Смэш погибает! Нет, лол, он уходит. А представляете, был бы у нее Дайдалус и прокнул бы Крит. Это же вообще был бы Эпик. И он бы погиб, это было бы забавно. Ты уже все там спас и размансил, и тут такой вот тебе на Критуля прилетела. Ну, пока темпларка годна на то, чтобы отпушивать очень быстро линии. Сражение как-то не идет. А идут сражаться парни в Смаке. Идут в Смаке, через лес, чтобы не спалиться. Ну, тут вот успели уже подняться наверх саппорты. Проверили спот, который очень часто фармим героями. Лард тоже ткнули и очень верно вводит сейчас Дарксир в место, где находятся противники. Но, но вот тут вот Слардарчика увидели. Слардар, Виверна, взлетела. Слардар получает дэмэдж, получает ультимейт. Сразу же все в него вкатило, все штука могло. Как высоко. Увидел он с вот этой вот высокой точки вражеский Эншин. Но как до этого вражеского Эншин-то далеко? Еще Т2 стоит. Т3 есть. Тут, конечно, попытаются что-то сделать, но... Навряд ли это будет настолько все успешно. В размен выйти не удается. Там уже парни забрали таверы, отступили. Вкб, да, есть у ВРочки, но с Кадди прилетела. 3000 хп, 19 брони. Ну, прям вообще жесть какая-то. Как его остановить вот? Чем? Просто, ну, проблема в Сларке, как и в вайде. Что вот эти вот 4 секунды, пока он там в куполе, да, или пока он в невидимости в этой, ему ничего сделать нельзя. Вот ничего, смотрите, сейчас он запрыгнет. Ай, не получилось связать, да. Ну вот, так вот, пока он в куполе, ничего ты ему не сделаешь в вайду, соответственно, да. И Сларк то же самое, но только по площади, да, с киллами. И то, если у него есть БКБ, и это не работает. То есть, да, есть всякие скиллы, которые пробивают БКБ, там, и так далее. Но очень сложно, крайне сложно. А учитывая, что у Волков этих скиллов нет, ну, как бы, есть у Бэйна, но он не может зацепить Сларка, пока тот, как бы, в ультимейте. А пока он в ультимейте, он убьет, ну, практически любого. Так, ну, вот сейчас можно зайти как-то сбоку, разрезать на ВРку, напасть. Вот, 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 единственная возможность сейчас нападать надо сейчас. Прямо сейчас есть там БКБ. И, и побежали, и побежали. Ну, ну, вот, вот она, вот она, Виверна, вот она, Виверна, вот она, вот она. В спину Виверна себя форстаф, и все, она разгадала план противника, взлетает наверх. И Слардар получает тычку, сбивается у него даггер. Форстаф он уже потратил, и сноубол вкатывается. А вот тут БКБ, окей, ну, панч работает сквозь БКБ. И ультимейте Виверны тоже вот аж здесь, этот лед наверху. Ну, вот опять, смотрите, они гангали, они выходили в атаку. В итоге их атака провалилась. А они не среаги... Ну, то есть, долго думали, очень долго принимали решение. В итоге, из-за вот этого вот их тугодумства погибает Слардар. А Сларчоныш уже тут как тут, уже бьет. Линку сбили колдфитом. Но противники сбили не линку, а два барака. Так, кто здесь? Здесь Смэш бегает. Кристаллис еще не привез, но у него появится. Ну, смотрите, сейчас вот зацепит, вот зацепит. Нет, не зацепил. Не прыгнул. Так, пауэршот, есть там разрез, окей, окей. Шарды полетели. Слардар появится скоро. Ну, решили отступить. Так, Виверна там еще и госцептор прожала. Ну, вообще, так понимаю, Таск и Виверна собрали эти замечательные артефакты, чтобы Темпларка их не пробивала. Ну, и что? Что делать? Диффуза собирать? Ну, это прям вообще как-то грустно. Собирать диффуза, но... Но надо бы это делать. Ну, или просто бить других. Верку бить. Сларка бить. Дэмэджа тут много. Дэмэджа очень много. 370, да? Ну, и последний артефакт, которого Сларку не хватает, Супер Башер, уже начинается с Башера. Уже начинаются, уже появились задатки. Потом там какой-то еще Шэдоублейд поменяет на Кирасу. Вообще не пробьешь его. Дополнительно там целая куча брони. Скорость атаки. Плюс статов можно наворовать. А, этот парень ворует. Ой, как он ворует. 40 минут за нами. Мы не часто смотрим графики, но потому что они однозначно в пользу Cloud9. По XP разница небольшая. 4000 всего лишь. Но по голде уже десяточка. Ну, хотя для 40 минуты это тоже не самое большое преимущество. У противника, опять же, есть артефакты, да? Дейдалус, вот там Баттерф... Баттерф... Бэфчик. Баттерф... Баттелфьюри. Что ж такое? Все время Баттер, хочется сказать. Баттерфляй. Баттелфьюри. А вот у Спирита там Линка, ну и Темплар, который заряжен. Сардар, опять же, три как бы артефакта имеется у него. Ну, пока что Бэйн, да. И Оперейшн не могут похвастаться ничем, но такова их судьба. Коры же имеют. Что-то да имеют. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Шарды сноубол синхронные. Ну, там же... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Последнего крива. То есть двух крипов украл Тавр, последнего ВР-ка. Ну, прям вообще не повезло. Не твой сегодня день, Таск. Ну, вот этот вот день, который сейчас в доте имеется в виду. Почему-то они спешат, С9. Но они не хотят третью игру играть, они хотят по-быстренькому. Так, здесь Масоку валит. Правильно. Не стоит искушать судьбу, а вдруг там кому-то в голову взбредет прочекать кусты, леса или что-то такое. Ну, такие вот грустные варды стоят у волков. Но этот вард был, когда они в Смаке, я так понимаю, поставлены, стояли, да? Или нет, или раньше. Но... Смотрите, что у нас есть. Треугольник. Треугольник. Так, тут вот Виверна заманивает на себя Смэша. Ну, Смэш, Виверна, где Эмбрейс? Где Ультимейт? Где Септер? Ну, понял, 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 Смэш. Не просто так Виверна там его заманивает, поэтому надо отсюда тоже улетать быстренько. Так хотелось забрать саппорта, но, возможно, это стоило бы ему жизни. И вот он подходит. Но там было очень много героев. Вот так вот. Ну, естественно, Линка. И он разворачивается. Зачем? Сейчас же... А, вот так вот. Вот так вот он на реминанта уходит. Таск в ту же точку нажал, но улетел уже оттуда Смэш, и поэтому Таск просто в крипа нажал. Ну, тогда мы просто проверим Рошана, у которого уже сыр есть. Ой-ой-ой, Стан. Ой, Стан. Ой, неприятно. Так, Верка по варшот отпустила, но криты, кстати, у нее уже появились. И там шарды закрывающие. Ну, шарды, к сожалению, не могут закрыть вот весь проход. Они могут только или этот, да, заблокировать. Или вот этот. Сура же может тут все закрыть, но, опять же, надо подойти вот сюда, встать. В это место. Ой-ой-ой, как она радуется. Вы слышали? Иморталити. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, 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 так. Я так подозреваю, друзья, что, наверное, нам стоит переключаться на байбеке, потому что у всех там уже имеется по 20 тысяч натворца, у всех, у кого надо, ну и там 20 либо... Хекс нужен, чтобы спирита убивать нужен Хекс. И этот Хекс должен вынести кто-то, но Верка в дэмэдж уходит, и Сларк тоже в дэмэдж уходит, поэтому спирит будет мансить, и он собирает рапиру, мне кажется. Ну, может быть, это второй Daedalus, но я бы советовал прям рапиру собирать. Мне кажется, вот рапира может здесь что-то изменить. Второй Daedalus навряд ли. Хотя, учитывая минус армора Слардара и Темпларки, может быть, если они развешивают минус армор там на всех, так-так-так, ой, оперейшн, ой, сноубол, ой, минус аппарат. Очень все быстро произошло. Слушайте, сразу пол хп, а Таск это с одного удара Смэш снял. То ли критом, то ли боярчик прокнул, то ли что-то вот, то ли все вместе. Госептор сразу же испугался, Таск поражал, опять линка сработала. Это был ультимейт от Слардара, Сларка. А, ну а там скиплайнинг пытается делать Темпларка, но поздно уже крипы зашли на хайграунд, поэтому Тавр убили. И вынуждена она вернуться. Так, пошел Маргулис. Вот так вот заходить. Окей, напал, 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 напал. Линка сработала сразу же за браун Слардара. И тут теперь стяжка на стенку, конечно, шикарно играет Арктир, что вкатывается в никуда. И убивает Темпларка, потому что ультимейт по ней работает. Есть байбэк, но Темпларке-то уже не драться она не может. Тут просто-напросто Тавр будут бить, в смысле Барак, Барак, Барак будут бить. Слардар байбэк делает, а Темпларка байбэка не делает. У нее нет байбэка, она уже его тратила. А, только что потратила, понятно, хорошо. Барак-то, Барак, Барак не убили. Панч, хорошо, панч связали. Связали Таска, убили Таска, не страшно. Так, Форстафф, вот тут всех спасают. Верно взлетает, улетает. И дальше Базанину не получается, на хайграунде нужно. Темпларка прыгает, убивает с одного удара. Убивает с одного удара. Окей, и погоня, и погоня, но двух саппортов потеряли. Всего лишь два саппорта, а там еще есть герой. Поваршот показывает, где они, Сларк. Верке больно, Верку Аегиса лишили. Надо драться. А ультимейт через 14 секунд Верка столько не проживет. Блинка у нее есть, есть блин, хорошо. Не успелится на БКБ, прожимает, будет драться. Расстрелял Слардара, после байбэка убил я его. А здесь стенка еще раз одна, и надо бить. И Баша работает, и Смэш погибает. Привезали Ванена, привезали Ванена, убьют же. Сейчас убивают Ванена, ультимейт аппарата ничего не решает. После байбэка два персонажа погонят за Масоку. Масоку прячется, но его видит, по-моему, МСС его видит. И Маргулис разваливает, разваливает, и еще раз разваливает. Остается один лишь Бэйн здесь, а там... А там появляется Супер Башер. Супер Башер, Супер Башер. Это МКБ. Это не Рапира, это МКБ. Ну, чтобы ПВР еще попадать. Ну, когда у тебя 3200 хп и 29 брони, тебе абсолютно по барабану какой там дэмэдж у спирита. Ну, ладно, не абсолютно по барабану, но вот в большей степени. Вот сейчас можно прожимать Дарк Пакт и прыгать. Так, вы видели, сколько у него стаков-то? 30 стаков было по 3 ловкости за стак. 66. Так, 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 ждет, 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 ждет. Хорош Супер Башер в Бэйна, чтобы тот ничего не смог сделать, и он ничего сделать не смог. Ну, а теперь мегакрипы повоюем. Так, да, 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 да. Отбиваются на фонтане, но вот так вот ультимейт уходит. О, и Баш, и Баш, и Баш. Такое двусмысленное получилось словосочетание и Баш. Ну, вы поняли, о чем я. Так, 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 где Баш? Нет Баша? Ахаха, вот он Баш. Оу, ныч. Ну, как бы, тут уже просто отчаяние. Уже просто не хочется сдаваться. Потихоньку, потихоньку, потихоньку добивают стены. Ну, как бы, уже не важно, что происходит, просто из последних сил пытаются что-то сделать. Верку убили, но и Баши работают. Все-таки Хикса нет, и этот парень живет. Видите, без Хикса сложно его контролировать. GGVP. Покатились, покатились. И прикатились. И покатились. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да, друзья, Cloud9 побеждают в этой серии со счетом 2-0. И Волки остаются за бортом 4-го сезона саммита. Но, возможно, им повезет в следующем сезоне. Сейчас же мы вынуждены констатировать, что были они гораздо слабее Cloud9. И если на стадии лайнинга обе игры они смогли что-то показать, то после 10-15 минуты у них все выглядело весьма грустно. Ну, посмотрите на статистику Сларка. 15-0-11, да, и вот на статистику... Ну, хотя у Спирита тоже неплохая статистика. 11-3-7. То есть кэри отыграли хорошо. Вот. Но остальные персонажи у Cloud9 тоже не подкачали. В то время как у Волков, ну, все было грустно. Темпларк с отрицательным КДА, Ancient Operations таким же. Бэйн еще больше. И Слардар тоже еще хуже. 2-10-9. Ну, плохо-плохо-плохо-плохо. Все было плохо. Но какой-то определенный вывод или урок, я думаю, Волки вынесли из этой вот игры. Ждем решафла. Ждем... Всегда проиграли турниры, сразу решафл, мне кажется. Ну, не будем парням желать решафла, будем желать им самосовершенствования. И, собственно, самосовершенствования желаю я и всем вам. Всем нам, друзья, будем самосовершенствоваться. Ну, а на сегодня, на сегодня наша трансляция подходит к концу. Поэтому будем с вами прощаться. До новых встреч. До новых встреч в эфире. Всем пока. 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 Пока.